Новые открытия открываются в старой Москве. Об этом сейчас в рубрике «Сообщество москвоведов». Что такое новое открытие? Это значит те самые открытия, которые имеют шанс попасть в реестр памятников культуры, например. Например, да. То есть неужели в Москве еще можно что-то открыть новое? Вот об этом мы сегодня поговорим с нашими спикерами. У нас на связи Евгений Николаевич Плис, краевед. Евгений Николаевич, здравствуйте. 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 Здрасте. Здрасте. И Рустам... Мы прощались с троллейбушами. Сегодня будем открывать... Вы не включили камеру, мы вас не видим. А сейчас мы представим еще вашего коллегу. А, это, видимо, не вас. Интересно. Да. Рустам Архматуллин, на самом деле, сейчас мы в нашем кадре. Москва-вет, писатель, координатор общественного движения «Арснадзор». Рустам, здравствуйте. А вот, а вы... А у вас нет звука. А вы, да, вы микрофон не включили. Рустам, включите, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте. Есть звук. Отлично. Ну, смотрите, у нас тут, да, есть какие-то, так сказать, наметки для разговора. Но самый первый вопрос вообще, насколько Москва еще что-либо богата сюрпризами? То есть, что можно действительно найти какие-то исторические памяти? Особенно новая. Ну, новая, старая, любая. Вот насколько это все действительно можно ожидать. Пожалуйста, Евгений Николаевич, с вас начнем потом. Что скажет Рустам? Я бы вот просто отдал всю пальму первенства Рустаму, потому что я, так сказать, на подхвате, если что, поддержу. Но я скажу вам так. Вот для начала берем Красную площадь, открываем Оливий Завров, и там мы даже не знаем, что там можем найти. Это, так сказать, ответ на вопрос, есть ли в Москве что-то. Москва полна находок, начиная с 12 века, и эти находки совершенно игнорируются годами. Вот из последних печальнейших потерь эта история с фонтаном на Биржевой площади. И, знаете, да, там просто-напросто залили бетоном церковь древнейшую, да. И все, теперь там фонтанчик, все, что там с 12 века находилось. Сейчас то же самое происходит там в соседних кварталах. То есть это выкапывается, выкидывается. Так что проблем нет. Но мы поговорим там о более локальном явлении, о уже существующих зданиях, а не о том, что под землей. Я вот думаю, Рустам... Рустам, пожалуйста, тогда вам слово. Да, действительно, спасибо. Археологические открытия – это не единственный вид открытий, хотя и такой очевидный. Но сами здания очень часто оказываются полны загадок. Они просто древнее, чем мы думаем, бывают. И в среднем раз в год мы открываем древнейшие гражданские здания 17-го или первой половины 18-го века. А как это происходит? И какие-то примеры, да, пожалуйста. Вы знаете, это, с одной стороны, бывает, как астроном открывает новую звезду. То есть он знает, что она есть. Он знает об этом из архивов, но никогда не видел. Потому что, например, здание штукатурено, такое глотколицкое здание, по каким-то поздним модам лишившееся своих первоначальных архитектурных признаков. Но его можно вычислить. На место приходит архитектор-реставратор. Это либо предпроектное исследование, либо буквально даже случайное упадание штукатурки. Или какое-то внимание местных жителей к этому дому. Вот простучали стену и обнаружили следы декора, как 17-го, так и 18-го века. Я не знаю, есть ли у нас иллюстрации, возможно ли их вывести на экран. Но вы скажите, какие, и мы покажем. Например, это всем известный, хотя и рыбьим глазом снятый дом бывшего музея Маркса Энгельса, позади Пушкинского музея. Но сейчас это часть Пушкинского музея. Там идут большие работы, к сожалению, с подземным четырехэтажным дополнением. Вот. Мы понимали, что это дом 18-го века, это дом князей Вяземских, это зимний кабинет Николая Михайловича Карамзина, то есть городской аналог Астафьева. Известно, что Карамзин работал в сводчатой палате, ну, в сводчатом помещении. Но своды строились даже до начала 19-го века в первых этажах. Но в процессе изучения этого дома обнаружились на его, прежде всего, заднем фасаде следы декора 17-го века. Вот если мы посмотрим другой кадр, мы увидим эти следы. То есть объемный когда-то декор, который создавался каким образом? Заводился торцом кирпич или блок камня? А на лице палат создавался объемный декор. И вот когда этот объемный декор впоследствии сбивался, то в толще стены, в плоскости, в линии стены сохранялись и сохраняются вот так называемые хвосты. Чаще они кирпичные, иногда белокаменные, это дорогой вариант. И там даже изменялись конфигурация окон, да? Насколько вот можно судить по этой... Да-да-да, они могли перебиваться, менять расположение, да, ложиться наискось к старому окну. Ну вот, когда так раскрывается фасад, то мы получаем возможность восстановить памятник с высокой степенью достоверности. Это вот метод наращивания хвостов, разработанный еще в 920-е годы, сто лет назад нашей реставрационной школой. И вот если мы посмотрим следующий кадр, то это вариант реконструкции фасада архитектора и реставратора Татьяны Михайловны Беляевой, которая любезно разрешила опубликовать его у нас тут на сайте Архнадзора. Это не, собственно, проект реставрации, да, вот так последовательно восстановить дом невозможно. Это именно реконструкция, то есть каким он приблизительно был. Его ближайший аналог – это красные палаты позади памятника Энгельсу, настрелки, остоженки или чистенки. Те же даты. Предполагалось, что это самый конец 80-х годов, ну и дальше интересные архивные изыскания, и даже изыскания по открытым литературным источникам. Ну, во-первых, выяснилось, что это стольник Семён Фёдорович Толочанов, это такой крупнейший министр правительства царевны Софии Василия Голицына, связанные с большими финансами. Вот, он обладал сразу несколько приказов, несколько министерств. Сохранилась его церковь в Подмосковье, теперь в Подмосковье, в Коньковье. То есть вот церковь в Коньковье, которую знают жители этих районов, можно сопоставлять с этими палатами. Очень интересное оказалось уточнение датировки. Оно лежало на поверхности, в опубликованных конспектах Забелина по истории Москвы. Он делает выписки из журнала «Посещение патриарха», ну, переводя стиль от сотворения мира на стиль от Рождества Христова. И обнаруживается, что Семён Фёдорович Толочанов пришёл к патриарху благословиться, переехать в новопостроенные хоромы в 1687 году число в месяц. То есть мы знаем практически дату введения в эксплуатацию, да? Да, дату новоселья. И это лежало на поверхности, поскольку Забелин обнародовал этот журнал. Но, тем не менее, нужно было заметить. И вот теперь у нас ясно, что это постройка 1687 года. И сейчас очень такая затяжная реставрация там идёт, как я сказал, осложнённая подземным рытьём, четырёхэтажным для Пушкинского музея. Но, тем не менее, мы ожидаем, что тыльный фасад, обращённый в Большой Знаменский переулок, станет такой выставкой, но хотя бы частично форм 17 века. То есть хотя бы внешне мы получим какой-то кусочек Москвы 17 века, да? Один из многих, надо сказать, потому что Москва рекоменцемен в числе средневековых гражданских зданий. Но это понятно, объяснимо. Около полутора сотен, ну, может быть, включая монастырские кельи. Но, тем не менее, вот этих жилых зданий 17-го и даже более раннего времени у нас около полутора сотен всё ещё. Ну, это невероятная история, потому что мы все так наездились по Италии. Рим, конечно, огромное впечатление на москвичей в том числе производит, насколько там город сохранён. Потом мы возвращаемся в родные пенаты и, конечно, смотрим, что Лужковская эпоха сильно не пощадила исторический центр. Но, оказывается, вот очень интересна наша беседа, что не только речь о том, чтобы сохранить оставшееся, а что-то новое там начинает появляться. И вот сейчас, Евгений Николаевич, подключайтесь, пожалуйста, потому что у нас много вопросов. Я не знаю, о чём хотели рассказать лично вы. Это всегда пожалуйста. Ну, вот каким образом пополняется реестр памятников культуры? Потому что там есть натурные открытия, архивные. И самое интересное, как кажется мне, переоценка архитектуры по прошествии сорокалетнего какого-то рубежа. Это что такая за история? То есть был памятник, а потом передумали, что ли? Да, перестал быть памятником. Это опять лучше расскажет Рустам, да? Нет, мы понимаем, что он нам расскажет всё. Вы нам расскажете про места тогда, вы же краевед. А мы рады, если да, вы... Ну, я краевед, который, знаете, по окраинам Москвы ходит, да? Всё-таки исторически совсем, так сказать, Москва молодая ещё. Это же, так сказать, городок небольшой был и молодой. И не сразу настроилась, не сразу уничтожается. Но понятно, что такие открытия мы в основном можем совершать в пределах, допустим, камер Калежского вала. Тем не менее, вот пример таких вот открытий и, сразу говоря, и закрытий. Вот начало проспекта Мира. Там стоят доходники, там стоят купеческие дома разных лет. Напоминаю, что Москва в 1812 году, как это... Вчера приснился «Сон прекрасный», Москва сгорела целиком, да? Пожар способствовал немного к украшению. Москва сгорела. Но сгорела-то она не вся. И дальше, если помните, по высочайше утверждённым альбомам строили погорельцы заново всё. Но иногда сохранялись стены. И деревянная часть сгорала, там перекрытия всякие. Стены уже на новый манер, обычно в классическом стиле переделывались. И получался как бы новый дом. И вот в начале проспекта Мира, в начале первой Мещанской, есть два таких любопытных здания. Одно здание, это вот если стоять лицом к проспекту Мира, спиной к центру города, то по левую руку во дворе стоит там дом номер три. К сожалению, это сейчас муляж, потому что при вышепомянутом товарищу Лужкове всё до цоколя снесли и поставили заново. Так вот там были палаты Матвея Евреина. Он был такой товарищ, весьма шустрый купец, достигший очень больших высот, скажем так, и наторговавший, наворовавший, в общем, изрядно. И он там в огромной территории была, у него и у наследников. И вот там были настоящие барочные палаты, в состоянии, конечно, не очень хорошем, зато оно сейчас прекрасное, но это муляж. Всё это выявили, снесли и сделали такую вот, намазали барокко по фасаду бетонному, как это у Юрия Михайловича было принято. Несмотря на то, что наш был москвич, у него был такой одесский принцип «быстро поднятый» и не считается упавшим. То есть если что-нибудь быстренько снести и заново слепить, то это как будто так и было. Ну, хоть так, да. А вот с другой стороны дом 12, в котором якобы раньше считалось, жил колдун Брюста наш любимый. Да. Петровский сподвижник и учёный, на самом деле там не жил, но спредь не ходили. Так вот там выявили, что самый банальный особняк классический, на самом деле, это палаты начала 18 века, причём фасадом они повёрнуты к Сухаревой башне. То есть выходят они не на дорогу, так сказать, а вот под углом. И сейчас там гостиница, кажется, и вот на этом фасаде такие делали прорези и показали там как раз ещё часть старого фасада. На мой взгляд, это очень интересное и грамотное и так далее. Ну, вот это вот два подхода к тому, что найдено, да. Второй момент, как бы, ну нашли мы это, ну а дальше-то что? Я лучше помолчу, я пока-то... Хороший вопрос, давайте, Рустам. Да, ну нашли мы, а дальше-то что? Хорошо повезло по поводу того здания, той усадьбы, которую вы, она относится к музею. У всех ли находок, да. А вот дальше-то что? У всех ли находок, или вернее у каких находок есть шанс попасть в реестр памятников культуры, например? А что будет с теми, кто не попадёт? Смотрите, очень часто эти научные открытия, в том числе натурные, приходятся на уже статусные памятники. В частности, вот эта усадьба Толочановых-Вяземских, это памятник, очень известный, крупный. Он был памятником, ну по другой датировке, благодаря присутствию Карамзина, Вяземского и многих-многих других людей там в течение двух с половиной столетий. Вот. А сейчас оказался древней. Но бывает, что вот такое древнее здание обнаруживается в стенах совершенно неохраняемых, и даже таких, на которые, ну как никто не думал. И действительно здесь возникает проблема. На наш взгляд, если мы обнаруживаем жилое здание вот такой древнейшей периодизации, оно должно становиться памятником автоматически. Автоматически не в том смысле, что в понедельник возникает постановление. Соблюдается процедура, выпускается акт историко-культурной экспертизы на заявку граждан или юридических организаций. Физики, юрики, все любые могут подать заявку. И, конечно, Зеленая улица должна быть в таком доме. На самом деле это происходит не всегда. И у нас даже выявленных памятников, то есть ожидающих отнесения к реестру по уже состоявшейся положительной экспертизе, две тысячи. Из восьми с половиной. А ожидают они сколько? Сколько времени это ожидание длится? Иногда с советского времени. Есть адреса, которые ожидают отнесения к реестру с советского времени, но выявленный памятник, он по закону тоже памятник, а с 15-го года его порча и уничтожение криминализирована, то есть приравнена к реестровому в отношении уголовного преследования. То есть все-таки функция защиты этого здания от сноса, перестройки, она исполняется? Да, но это некоторая серая зона, потому что при значительном давлении какого-нибудь застройщика мэрия может принять в итоге отрицательное решение об отказе в отнесении к реестру. Так, к сожалению, тоже бывает, если бывает давление. Но мы это просто видели много раз. Понятно. Евгений, вы, по-моему, хотели какой-то комментарий сделать, да? Скорее декларируется, да. А дальше, так сказать, всякое бывает. Потому что, во-первых, в последние годы вообще в реестр переводится так очень неохотно все, что заявляется под самыми разными предлогами. И в основном просто как бы предлогами соблюдения правильной подачи документов, хотя это все на самом деле их проблемы, как правильно их собирать, потому что заявка подается и все, а исследования – это не проблемы заявляющих. Планяется. И там начинаются вторые, если надо застроить, то начинаются, так сказать, фокусы с, скажем так, я точно не сформулирую, как это происходит, но когда мы можем оставить только часть фасада, мы можем оставить еще что-то, но вот, чтобы далеко не ходить стадион «Динамо», да, который вот… Да, там от него осталось, по-моему, только вот этот фасадный кусочек фасада, да, ворота, да. Напоминание, как было. Но, кстати, вот это интересный вопрос. На две минуты, на оставшиеся. На две минуты, да. Рустам, прокомментируйте, пожалуйста, а насколько с точки зрения урбанистики вот эти новые выявленные какие-то строения, их можно вписать и сделать, как это, американское слово у меня, вот это английское. Чтобы их можно было реально практически использовать. Юзабельными, как говорят, да, на сленге. Все, пожалуйста. Может быть, мы посмотрим еще картинки там, где есть такой красивый оранжевый фасад. Это дом флигель-усадьбы Демидовых. Вот просто пример, на котором можно ответить на ваш вопрос и даже на два вопроса. Во-первых, об отказе в охране. Вот это, да? Переулок Огородная Слобода и соседний кадр. Посмотрите, пожалуйста, как он выглядит сейчас. Это вот раскрытие фасада. Это уже барочный наличник середины 18 века. Вот общий вид этого дома вот такой в Переулке Огородная Слобода. Это такой граффити по сетке. И никто, кроме нас, вот сообщество краеведов или архитекторов, реставраторов, историков Москвы не заподозрит в этом ту картинку, которая вот была только что. Реконструкция фасада. Это усадьба Никиты Акинфеевича Демидова, Нижнетагильский завод, Николая Никитича Демидова, которому стоит памятник в Флоренции. Что здесь нужно сделать? Вот вернуть два кадра назад и так и сделать. Отреставрировать этот фасад и выставить его в Переулке Огородная Слобода. Вместо этого именно этому флигелю отказано в охране. В тот момент, когда остальная усадьба пошла в реестр, она пошла в неполном составе. И тут мы обнаруживаем, что на этом месте есть интересы частной школы, которая планирует здесь пятиэтажное здание. То есть они обнаружили локон. Да, Рустам, не хочется вас, извините. Да, у нас вышло время. Прерывать самый печальный пример. Очень ясный пример. Спасибо большое нашим экспертам. Я думаю, что я бы эту рубрику сделал постоянно, потому что мы же все гуляем по Москве. Евгений Николаевич Плис, краевед и Рахматуллин, москвовед, писатель, координатор общественного движения Архнадзор. Мы уходим на перерыв. Через час опять здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова